Страшную весть принес я в твой дом Мэкола, зови детей. Вот так бы я и озаглавил сегодняшний наш эфир с Алексеем Валерьевичем Журавко. У государства Украина не очень много денег, дефицит бюджета очень и очень серьезный, и поэтому все граждане Украины, работающие за ее пределами, с 1 января будут платить 18% от прибыли своих, плюс 1,5% на ООС. То есть не хочешь идти воевать сам, плати тем, кому государство Украина платить уже не знает из чего, тем, кто идет и убивает жителей Донбасса. Алексей Валерьевич, приветствую. Жуткая новость, конечно. Рассказывайте. Привет. Ну, понимаешь, во-первых, ты ошибся не на ООС, а так и осталось за статьей АТО. Поэтому фактически война продолжается, да, и АТО, как она это продолжается, да. Ну, помнишь, я когда-то говорил, что в каждый дом придет беда, да. Вас не оставят нигде и найдут даже под землей и будете выплатить. Поэтому вот мое искреннее пожелание зарабетчанам, которые убежали и сказали, что а нам абсолютно все равно, нам ничего не будет, зачем нам в какой-то политике участвовать, нам все равно какая там власть. Мы поехали себе в Польшу, в Германию, во Францию, в Россию, еще куда-то, будем зарабатывать, да. Но не тут-то дело пришло. Как правильно ты заметил, в бюджете денег нет. Значит, кого надо обдирать? Тех, которые на сегодняшний день привозят деньги, чтобы в бюджете какие-то были, платят за квартуслуги, содержат бабушек, пенсионеров, как говорится, своих дедушек, помогают своим детям, а это все цепочка, это учеба и прочее-прочее. Валерьевич, ты пропал, у тебя, а все, вернулся, картинка появилась. Вот, а это все-таки учеба, а за нее что же надо платить? А кто платит? Зарабетчанам. Так вот, я предлагаю зарабетчанам не платить бюджет, потому что это обдирайновский бюджет. Есть выход с положения, вот, самый настоящий. Ребят, если вы промолчали против войны, там, с Херсоном, ну, азербетчан, с Николаевом, ну, азербетчан, как на них принято, я вам предлагаю открывать карточки на других, будем говорить, в других странах и платить там налоги. Ну, можете деньги провозить в трусах, как говорится, либо в лифчиках. Вот и все, выход один только, да. Выход только один, да. Ну, думаю, не дойдет же до того, что эти, будем говорить, пограничники будут к вам в трусы лезть. Не дойдет же до этого, думаю. Алексей, Алексей Валерьевич, я вспоминаю, как сосед стучал на соседа, как рассказывал один крестьянин про другого НКВДшником, что, а вот тот зажиточный колхозник или не колхозник, а крестьянин, и у него точно пара мешков зерна есть. Больше чем уверен, каждый сосед, каждая соседка будет строчить в СБУ или в специальную службу и рассказывать, что Манька-зербетчанка моет жопы итальянцам. Поэтому, обратите внимание, она деньги присылает, в носках привозит или присылает с нарочным. Вот там приехал Гришка с Италии, он точно привез, обшмонайте его и обшмонайте квартиру. И будут шмонать, и будут находить. Люди, которые сейчас празднуют Голодомор, будут устраивать точно такой же Голодомор, только теперь уже с зарабетчанами, как единственными, кто может прокормить семьи, живущие на Украине. Понимаешь, у них на сегодняшний день выхода нет, в сегодняшней власти. Да и у Петра бы Порошенко, если бы он был, нет выхода, чтобы не грабить народ. Вот. Ну а почему я так говорю, что хватит платить эти деньги на АТО, и даже эти 18% не за что, все равно они вас обдирают. Все равно эти деньги будут разграблены, украдены, и на этом все. Кто-то богатеет, посмотри. Я же помню, когда предложил этот закон Гройсман ввести. Ну смотри, какой у него там маеточек, как по-украински, елки-палки. Девять гектар земли и все остальное. Он же не скакал нигде, а вы скакали. Только вы что-то поймели. Наоборот, он вас поймел, грубо говоря. Вот и все, вот что произошло. Поэтому я считаю, люди справедливо будут поступать, если они прислушаются к моему совету. Я считаю, что эти деньги не должны идти на войну против собственного граждан. А если вы будете дальше, как лохи, платить эти деньги, то, значит, вы становитесь соучастниками этой войны. Да. Алексей Валерьевич, я с утра сегодня в Донецке побывал виртуально. С Рамилем Замдыхановым поговорили. Подняли в конце эфира одну тему, на которую он, как человек корректный и не являющийся уже гражданином Украины, отвечать не захотел. Объясни, пожалуйста, вот ты, который в стране занимался бизнесом, давал людям рабочие места, ты же видел, как работают твои земляки. Ведь Украина была не коммуняками прикормлена и стала самой богатой Советской Республикой. Украина славилась трудолюбивым народом, который был народом-созидателем, который свершение свершал, строил что-то красивое, функциональное. Извини меня, в космос Советский Союз слетал, потому что ракетоносители украинские или двигатели вот эти на Южмаше делали. Вот что произошло с людьми, почему они превратились в полных разрушителей, почему они сейчас, вот я просто как крымчанин офигеваю, они говорят, мы когда вернем исконно украинский Крым и перевешиваем всех веселовских, которые там живут, мы первым делом пойдем и разрушим, демонтируем Крымский мост. Слушай, объясни, пожалуйста, зачем они это делают? Зачем они затачиваются под уничтожение и слом всего? Они до чего дотянулись у себя в стране, они могут сломать. Вот если они дотянутся до Крымского моста, этого шедевра, который красивый, прекрасный, они и его готовы сломать. Вот что с людьми произошло? Ну, понимаешь, будем говорить, пропаганда свои результаты дает. Раз, подмена понятия истории, когда подменяют и чужеродную нам историю, вливают испорченную кровь, назовем так. Что происходит? Рушится организм фактически. Так же и самые мозги. Ну, представьте себе, 7 лет говорят, что вы враг. Они же не понимают, что этот мост для меня, как для человека, как для украинца, это является мост дружбы. Раз. Ну, это раз. Второе. Для меня этот мост является мост жизни. Да? Они же не думают, что если бы, допустим, мы в то время не воевали, а взяли, вместе построили этот с Россией мост, да? Какие бы доходы были в Крым, а какие бы доходы были в Украине, да? Ну, это я так думаю. А люди, которые ничего не умеют построить, даже собачьи будки не смогли построить, им только ломать, да? А тут представь себе, ты ничего не делаешь, на курорт нажимаешь, и тебе 7 тысяч, 15 тысяч гривен прилетают. И скачет с этими шариками, допустим. Или на Майдане скачет. Ему там 100 баксов прилетает в день, или 50 баксов прилетает. Ну, нахрена ему работать? Вот фактически, понимаешь, они работоспособное население практически выдавили. А думать только работоспособное население может. Что такое мост? Что такое подача воды? Что такое жить, можно сказать, совместно со своими соседями? Как надо созидать? Как надо скроить? Вот и все. В этом-то, по большому счету, проблема. Замбировали. Ну и давай будем говорить, применено то, назовем, гибридное оружие против человеческого мозга. И оно же кем-то было изобретено. И введено в действие фактически. Ты посмотришь, что сейчас в Молдове делается, да? Та, вроде бы, молодая, красивая девушка, не ставшая президентом, уже приглашает всех на Майдан. Сносить нафиг эту, ихнюю государственную думу сносить, молдовскую. Вот тебе и все. Мы наступаем на те же самые грабли, которые приносят разруху и войны приносят, да? Ну, мы помним собачье сердце, фильм, да? В головах. Что происходит? Вот так и у нас сегодня. Вот это и страшно. Алексей Валерьевич, ну, я все, конечно, понимаю. Патриоты, они на то и патриоты. Им деньги платят. Ну, вот, когда есть остатки бизнеса в стране, когда работают какие-то предприятия, которые что-то делают своими руками, вот как под Киевом, это предприятие, которое елочные игрушки с эмблемой армии России делает. Ладно, это как бы ай-яй-яй, ой-ой-ой, может быть, даже пожурить надо и сказать, прекращайте контракт, чтобы больше такого не было. Нет, они пришли, побили игрушки и заставили извиниться, покаяться, закрыть предприятие, и десятки, может, сотни людей оказались без работы к Новому году. В это же время Рошен работает напрямую с Россией. У Андрея Виленеевича Сенченко бизнес в Крыму, российский, совместный. Еще у кого-то из патриотических патриотов бизнес с Россией ведется, и они получают живыми рублями миллионы. Секундочку. Вот, Коболев за транзит российского газа в Европу получают бешеные деньги и премии. Почему патриотические патриоты не идут к ним? Почему они их на геляку не вешают? Зачем они пришли к этим маленьким несчастным бизнесменам? Слушайте, давай будем честны перед собой. В первую очередь. Если бы мы не давали, они бы не приходили. А если лохи дают к россиянам, то зачем нам туда ходить, если можно уничтожить все то, что приносят политические им баллы? Ну вот мелкий бизнес, приносит им политические баллы, звездочку увидели, побили. Там еще иная фабрика выпустила там красные флори. С днем победы. Поехали, побили. Вот тебе и все. Страдает-то средний народ, среднее население страдает. Ну а тебе хочется сказать, ну вы доиграетесь, господа россияне, с таким подходом, додаетесь газ. С вашего газа стреляют. Вы скричите, что Донбасс это Россия. Там российские граждане живут. А чьим газом стреляют? Продукты откуда берут? Стреляют фактически у вас. Знаешь, это, будем говорить, палка имеет два конца. Вы сами заигрываете с ними, а потом кричите, ой-ой-ой. Политику на этом делайте. Делайте дальше. Завтра эта палка пролетит вам здесь. А Государственная Дума у вас скоро-скоро будет избираться. И мы посмотрим, как эта палка, которую вы же сами порождаете, она дает вам по зубам. Вместо того, чтобы сегодня определиться с Донбассом и сказать, все, хоре, мальчики. Миротворцы вводим. Все. Независимость. Пока. Дальше будет референдум. А сейчас строим экономику. Начинаем созидать тыл, который может противостоять против этого беспредела украинского, который творят вот эти нацики, беспредельщики, государственные служащие в лице Зеленского и все остальное. Вы смеетесь там. Евреи, евреи. Да он фашист. Ну вы смеетесь. Ну вы с ним заируете. Вы же пытаетесь найти по-мирному с ним взаимоотношения. Мне да, надоело, Сергей, смотри. Тысячи людей гибнет каждый день в Донбассе. Снайперы стреляют по войскам ДНР. ДНР же не пришли во Львов. Не пришли в Херсон, Николаев. Но давайте так. Такое ощущение, как будто в России садомазохисты на сегодняшний момент. А нам нравится, когда российские люди гибнут даже на Украине. Да, это хорошо, что вы вакцину сегодня предложили Украине. А ее там дадут? Ее там не дадут. А как на сегодняшний день должен реагировать человек, который живет в той же самой Украине? Да. Должны на сегодняшний день украинские граждане и сами подниматься. Формировать партизанские отряды. Легче будет тогда помогать. Но надо тогда прекратить это сопутствие. Если вы говорите о санкциях введения на газ, на электроэнергию, на Порошенко, на всяких этих извергах, которые сегодня утопили страну круг, так давайте тогда вместе с Донбассом боритесь. Россия, а нечего потыкать. Тут с одной стороны кричим партнеры, а с другой стороны кричим вы враги, вы нацики. Так вы сами порождаете. А Соединенные Штаты этим пользуются, лохантронством. Вот мне надоело, Сереж, молчать все время. Вот молчать в ваших эфирах и молчать. А меня уже срывает, потому что нельзя так над народом. Потом мы говорим, а на чем патриотизм строится? Патриотизм знаете на чем строится? На любви к стране и на созидании. А все-таки я считаю, что Россия это правоприемник Советского Союза. А в Советском Союзе была Украина. И мы братья. Так вот, Валерий, ты сам себе, во-первых, противоречишь, во-вторых, потому что ты говоришь, давай санкции против украинского бизнеса не взаимодействовать, поставить их раком, не платить им деньги, за которые они потом обстрелят. Слушай, давным-давно россиянам известно, меня не надо здесь учить, давным-давно россиянам известно, Сергей Батькович, кто работает на экстремизм, на фашизм и на нацизм. Поэтому кто такой Коболин? Вышли с заявлением и сказали, рождение украинца, мы, конечно, извиняемся, но у вас в НАКе находится господин вор, нацизм, который финансирует. Мы с этой минуты сокращаем поставки до минималки на 40% и все. Хорошо, хорошо, с нафтогазом отбой, потому что они получают российские деньги в американской валюте за транзит, а не за поставки. Вопрос другой, вот Владимир Николаевич Олейник пишет о том, что Виктор Медведчук в Москве договорился о передаче Украине технологии производства вакцины от коронавируса спутник Ви. Зеленский против, потому что так приказывают американцы, на интересы людей наплевать, майма, тэша, майма. Так вот, Владимир Николаевич озвучивает то, что у каждого украинца сейчас там болит, что действительно страдают люди, заболевают коронавирусом, есть возможность эти технологии привести, но украинская власть будет палки в колеса ставить, потому что она колония. Я хочу тебе так сказать, каждый по-своему пишет, к сожалению, это трагедия коронавируса, беда, но американцы могут коронавирус использовать в свою сторону, запрещают российскую вакцину, которая сегодня уже доказана, что она намного эффективнее и качественнее сделана и все остальное, а почему мы не используем коронавирус в свою сторону, почему мы сегодня в данный момент, знаешь, не передаем туда листовки, популяризацию не делаем, не подрываем ситуацию с Украиной, чтобы народ почувствовал, что такое жизнь, а не думать, как каждый день, может я завтра сдохну, извини, пожалуйста. Идите в Киев, разрушайте эту систему, против которой вы промолчали, посадились там и промолчали. Вот ваша жизнь и выбирайте жить с Петром Порошенко, обдолбанным, нацистам, ирошен здесь получать, или, извини, пожалуйста, идти на Киев, сметать эту власть. Ну да, вышли там у ПЗЖ, рассказали, что мы под чужим влиянием, а что сегодня весь Киев молчит, а что сегодня Херсон молчит, а что сегодня Николай молчит, ну можно посадить тысячи человек, но когда выйдет, извини, пожалуйста, 150-200 тысяч в Херсоне и скажут, да нет, мы жить хотим, заканчивайте, пусть везут нам эту вакцину, и здесь работает еще плюс 300-400 рабочих мест, потому что все-таки это производство, а нам Россия дает технологии, вы что творите, идиоты, а это наши заработки, Европа не успевает сегодня перерабатывать и сделать эту вакцину, эта же вакцина пойдет туда, но только через Украину, а это доход в бюджет, это пенсии, это зарплаты, а люди как лохи молчат, их обдирают, обстригают, как козлов, вот тебе и все, надо тоже использовать коронавирус в свою пользу, а не ждать с моря погоды, и Медведчука использовать для того, чтобы он помог. Спасибо, Алексей Валерьевич, время, к сожалению, эфира подошло к концу, вот по коронавирусной этой вакцине, конечно же, абсолютно ты прав, я тебе аплодирую, вон дарницу загрузить, пусть делает вакцину, пусть распространяет по стране, ну, а вот тут уже как украинцы себя поведут, с ненавистью скажут, кушать не могу, как ненавижу москаля, но вакцину себе так и быть вколю, потому что жить хочу, но люблю я американского Байдена, и такое будет наверняка, тем не менее, это жизнь. Валерьевич, спасибо тебе огромное, удачи, и до скорой встречи, увидимся. Итак, дорогие друзья, Алексей Журавка был нашим собеседником, несколько минут отдохнем, вернемся в эфир и продолжим. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok